Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Молодежный велопробег проходит уже второй год. В этом году он посвящен тысячелетию представления князя Владимира. То есть он предусматривает, в первую очередь, духовную цель. Велосипедисты едут, это молодежь, это средний возраст едет, но организаторами явились молодежные движения. Спорт, физическая культура и духовные составляющие. Две составляющие, самое главное. Едем мы от Казанского кафедрального собора через город до Поклонного креста на Яблоневом хребте, который установлен был в 2010 году, то есть пять лет как раз назад, в честь крещения Руси князя Владимира. Там будет совершен молебен в честь памяти князя Владимира как раз. И велогонщики обратно поедут уже сюда, до начального пункта. Дорогие друзья, я в сегодняшний день первый раз сталкиваюсь с таким явлением, как велопробег. Так смотрю, думаю, самим вы сесть, но сейчас дай прокатиться. Но я желаю всем вам ангела спутников пути. Скорость только не превышайте, ладно? Ведущего не отгоняйте. Древнерусское пение отличалось и с особой системой записи. Не нотами, к которым мы сегодня все привыкли, записывали звуки на бумаге, а специальными знаками, крюками. Линия церковная пришла к нам из Византии. И на Руси также распространен был греческий распев. Развучит гимн «Свете тихий» греческого распева. Знаете, наши прихожане везде одинаковые. Везде благоговейные, везде хорошие, везде любят молиться. Ну, конечно, есть какая-то разница, какое-то отличие. Здесь, знаете, чувствуется какой-то особый такой, знаете, вот колорит. Чувствуется, что, знаете, особенно когда приезжаешь, допустим, в большой какой-то город, вот, в ту же Москву, в тот же Минск, знаете, чувствуется у людей какая-то суета, постоянное какое-то напрягание, чем-то заняты. А здесь, вы знаете, раскрепощенность такая, да, вот. Люди, вы знаете, находятся, ну, в таком особом состоянии. И сегодня память празднует святого и великомученика Пантелеимона, и святого благоверного князя Владимира, крестителя Руси. Мы можем сказать о том, что вот они принесли на нашу землю веру, которая является стержнем нашей жизни. А без веры действительно обессмысливается жизнь человека. Человек без веры в Бога, в загродный мир, становится простым, жвачным, но разумным животным. Или, наоборот, разумным, но, к сожалению, жвачным животным.